Послание. Впечатление. Политика. 23 февраля 17. Послание. Впечатление. Тусклый полдень. Собрание в гостином дворе. Честно говоря, содержание послания президента РФ для меня было не так важно, потому что за 27 лет правления либерал-реформаторов гражданью наслышались немало обещаний от власти, от рыночного рая к сентябрю 1992 года до 25 миллионов новых высокопроизводительных рабочих мест и роста зарплат в 1,5 раза за период 2012-2018 годы, которые на практике оказывались блефом. Меня больше интересовал тот контингент собравшихся в зале людей, которые в богатейшей стране четверть века водят нищий народ, как Моисей по безжизненной пустыне. Кто жил в СССР, помнит, с каким подъемом проходили такие высокие собрания, как были воодушевлены участники поставленными властью великими целями, как верили в их достижения и улучшение жизни народа, как были готовы самоотверженно трудиться ради этого. Этот заряд передавался всей стране, вера в будущее зажигала людей, помогала преодолевать временные трудности, делала их счастливыми, объединяла единой целью в огромный трудовой коллектив, в котором каждый был частичкой целого и в котором победы и неудачи были общими и одинаково делились на всех. Но в этот раз на собрании в гостином дворе не звучали давно ожидаемые и назревшие призывы поменять гнилую экономическую модель и сдвинуть с места экономику и уровень жизни народа, а зал охватил не экстаз, а скорее депрессия. Я увидел людей с тусклыми глазами и хмурыми лицами, в которых нет даже искры какого-то вдохновения, восхищения поставленными целями, нет веры и надежды на какой-то прогресс в стране, нет готовности к самоотверженному труду на благо нации и отечества. Было впечатление, что люди отбывают тут какую-то повинность. Да и сам президент РФ мне показался таким же. Нет, за этим тусклым генералитетом идти не хочется. Я вглядывался в лица людей в зале, и мне казалось, что они осознают свою неблаговидную роль статистов на этом спектакле, организованном, конечно, не ради Государственной Думы и Совета Федерации, они и так бегом выполняют все пожелания президента, а ради тех граждан, которым необходим обезболивающий бальзам на нанесенные реформаторами незаживающие раны. Вторым моим впечатлением было удивление тому, какими мелкими и неподобающими высокому посту и важности стоящих задач и ответственности за страну делами занимается президент РФ, какие мелкие подачки предлагаются народу вместо представления нации широкой и вдохновляющей государственной стратегии борьбы с тотальной бедностью населения. Так, был громко заявлен пакет мероприятий помощи многодетным семьям, но когда были названы затраты бюджета на эти мероприятия в 2019 году, 7,9 миллиарда рубль, 20,6 миллиарда рублей. И по эр, то стало ясно, что речь идет о микроскопических для стран из 147 миллионным населением крохах в среднем, образно говоря, по 4,15 рублей на человека в месяц. Можно ли вытащить из бедности народ такими мерами и не наблюдаем ли мы имитацию заботы о населении вместо постановки мощных прорывных решений в борьбе с глубокой бедностью и чудовищным расколом населения по доходам? Ведь только возврат к прогрессивной шкале налогообложения дает стране около 3 ТРЛН рублей в год для решения социальных проблем. Сперва Медведев ДА, а теперь и Путин ВВ. Предлагают революционный метод борьбы с бедностью. Речь идет о создании специальных органов, которые будут индивидуально изучать каждую бедную семью и каждого ее члена профессия, здоровье, насущные потребности, планы и ПР. А затем предлагать беднякам социальный контракт, по которому власть оказывает некоторую помощь, но при этом человек, который берет эти ресурсы, одновременно берет на себя определенные обязательства. Пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. Это похоже на действия капитана судна при спасении утопающего. Если он хочет спасти человека за бортом, то посылает шлюпку с моряками для доставки его на судно. Но если не хочет или не может его спасти, то он имитирует деятельность, направляет к утопающему комиссию, которая будет изучать вопросы, почему тонущий оказался в воде, каково его здоровье и первоочередные потребности, не хочет ли он переобучиться на другой способ плавания, как он намерен спасаться и хватит ли у него сил добраться до берега самостоятельно или ему необходимо выдать поплавок и ПР. Вот и власть вместо радикального решения вопроса обеспечения развития экономики и роста числа хорошо оплачиваемых рабочих мест занимается изучением проблем утопающего в бедности. Государство похоже на разворованную управляющую компанию, которая погрязла в попытках золотой оттечи в квартирах. А нации нужны высокие горизонты и полет, вера в будущее процветания, а не программа медленного умирания, которую предлагает власть. Третье впечатление Мне показалось странным то, что зал никак не отреагировал на приятную информацию президента о том, что впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг как государство. Он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора и что совокупный доход от размещения средств ФНБ, зачисленный в бюджет 2018 года, составил 70,5 миллиарда рублей. У любого человека тут должны возникнуть два вопроса. А. С какой стати бедствующий народ должен скидываться в бюджет, чтобы оплачивать долги весьма небедствующего крупного бизнеса? Б. Разве можно гордиться доходом от огромных депозитов державы в размере 1,6% годовых? В. ФНБ составил 4,328 тысячных ТРЛН рублей. Не является ли вышеуказанная приятная информация все тем же живучим коррупционным приемом МИШ 2%? А. Новые обещания прежней правящей элиты, предлагаемые в рамках прежней модели развития, не оставляющей никаких надежд на изменения и развитие, на улучшение жизни народа, совершенно не вдохновляют. В. А. Барсуков. Г. Белгород. Телеха зашкаливает. Камеры показывали то и дело властные и хмуроватые лица, которые внимали, слабо реагировали, но тускло светились уверенностью, все путем, нашей сытости и заброн за велости ничто не угрожает. Как написал читатель Советской России под ником Коробник, перед началом выступления президента с обращением я загадал, если президент опоздает, то все будет обыденно, чинно, как раньше. Президент опоздал на шесть минут. Сразу традиционно пнул построение коммунизма. А вот про капитализм не сказал ни слова. Его что, нет? Дальше я слушал край муха дел много. А нам, публицистам, послушать пришлось. И, если бы все ограничилось выступлением президента, можно было бы принять к сведению, понять бесперспективность ближайших лет и государственных шагов. Но ведь вечером пошло обсуждение во всех трепшую по всем федеральным каналам. Это невыносимое испытание. Причем тон задавали те, к кому и обращался Путин, депутаты, сенаторы, члены правительства. Пошла не аналитика, не оценка отдельных и никчемных призывов, а потейтыка по поводу мудрости правителя и сплошную добрямс. Тон задала Татьяна Голикова зампред правительства, которая недавно призналась в страшном факте, с 2012 года число бедных официально увеличилось на 4 миллиона. Это же доказательство полного краха курса рост бедных. При этом надо добавить типично российский ужас рост работающих бедных, чего нет в пятерке стран с успешной экономикой, куда Россия, согласно майскому указу президента, должна ворваться или вползти по новым методикам расчета и лукавым показателям. В эфире первого канала Голикова говорила совсем о другом и вдруг привела конкретный убийственный пример, как увеличится пенсия после озвученных изменений. Без тени смущения рассказала, что, если прожиточный минимум пенсионера из Воронежа в 2018 году составлял 8620 рублей, то в 2019 году он вырос на 130 рублей, до 8750 рублей. Дальше просто сил не было слушать про эти позорные цифры надбавок и пересчитав. Как не стыдно оперировать этими крохами, зная, например, что в Норвегии, схожей с нами не только жизнью в суровых северных широтах, но и получающей свое богатство от той же нефти и от рыбы в тех же приполярных водах, средняя продолжительность жизни около 90 лет, а средняя пенсия составляет 21 тысячу норвежских крон, или 2000 евро. Мы же слышим от Геликовой о пенсии в Воронежской области в 110 евро и прибавки в 8 евро. Просто дико слушать. А ведущий программу «Время покажет» Артем Шейнин внимает с открытым ртом и лучится восторгом вместо того, чтобы наметить тему следующей программы, как прожить на эти подачки. И так по всем федеральным каналам с участием одних и тех же гостей. Поскольку никто из этих прикормленных аналитиков не хочет потерять место в передачах, все выступления были лакейскими. Один писатель Захар Прилепин в программе «60 минут» заикнулся об искрылости послания, но его ведущая Ольга Скобеева тут же оборвала и пыталась порвать, а депутаты заголосили на перебой. Особенно старался заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Морозов. Игорь Николаевич поправлял писателя и просто захлебывался от восторга. Его можно понять жизни в этих условиях удалась, его доход по декларации СФ 7 998 394 рубля и 12 копеек. Супруге 29 572 212 рублей и 83 копейки. 49 участков для сельхозиспользования и строительства у него и еще 12 у супруги. А еще дома, квартиры, гаражи и у каждого по конюшне. Латифундисты, владельцы гигантской собственности. Просто диву даешься, как при таком хозяйстве успевать заседать, готовить прорыв по настоянию президента и при этом участвовать во всех ток-шоу, прославляя политику Путина. А какая она, кстати? Из послания снова не понял. Кстати, на ток-шоу никто не возмутился дурно пахнущим пассажем. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему. Это было странно слышать. Неужели правительство Косыгина, например, обеспечившее освоение космоса и целый ряд экономических прорывов и грандиозных строек, просто сидело и ждало пришествия коммунизма? Да и правительство Примакова-Маслюкова спасало страну после дефолта и художеств Кириенко, а вот правительство непотопляемого Медведева именно бессодержательно пережидает очередной путинский срок и вообще, мне кажется, не верят в пришествия благополучных времен для народа. В первом ряду сидела спикер Валентина Матвиенко, которая недавно откровенничала перед студентами МГУ. Я крутилась, как могла. Сначала была комсомолкой, потом коммунисткой. Вовремя стала демократкой, и поэтому сейчас я на том месте, которое занимаю. Крутиться надо уметь. Да, это они умеют. Как справедливо сказано в передовой СР, на сей раз ракеты и международная тема упоминались лишь мельком, а президент выступал в роли не мирового стратега, а управителя департаментов соцзащиты, которому надо отвлечь внимание креативными проектами от реальных дыр и прорех. Президент вещал, время спрессовано. Я говорил об этом многократно, вы это все прекрасно знаете. Его запаса, запаса времени, на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки просто нет. Знаток английской поэзии и переводчик мудрых мыслей Самуул Маршак писал, мы знаем, время растяжимо, оно зависит от того, какого рода содержимым вы наполняете его. Содержимое было жидкое, размазанное на сроки постпрезидентства Путина. К 2025 году Россия должна войти в число мировых лидеров в области генетики и информационных технологий, заявил Путин. Ну да, может, Чубайск к этому времени уйдет наконец на пенсию и Роснана создаст хоть одну прорывную технологию. Нужны высокие темпы экономического роста. Только так можно победить бедность, заявил Путин и тут же выдал хилую перспективу. Темпы роста экономики России должны превысить 3% в 2021 году. Путин обобщил задачи так, в основе всего лежит сбережение народа России и благополучия граждан, именно здесь нужно совершить решительный прорыв. Кто против? Но где объяснение как? Путем чуть ли не ручного распределения выделенных финансовых крох под личным наблюдением президента и технического правительства. Или так, как Франклин Рузвельт боролся с депрессией и страшной бедностью в США. Когда Рузвельт стал президентом в 1933 году, была поднята максимальная ставка подоходного налога с 24 до 63% в период его первого президентского срока и до 79% в годы второго срока. Жестоко по отношению к богачам, но это позволило получить средства для сравнительно быстрого вывода страны из глубокого кризиса. Президент упомянул про ипотеку, и я вспомнил, что на днях глава почты России Николай Подгузов купил квартиру в элитном жилом комплексе в Москве общей площадью 386 кВ метров. В этом жилом комплексе стоимость одного квадратного метра составляет от 1,2 до 2,5 миллиона рублей. То есть новая квартира стоит не менее 463 миллионов рублей, но, возможно, стоя почти 1,965 миллионов рублей. По декларации за 2017 год чиновник Подгузов заработал 8 миллионов 860 тысяч рублей. И прошлые 6 лет он занимался госслужбой. При таком уровне доходов ему пришлось бы копить на такую квартиру почти 100 лет. Почта России уже официально подтвердила, что такая покупка на самом деле сделана. Заодно пресс-служба ВГУ посообщила, что Подгузов купил ее в ипотеку. Так что и это благо для избранных действует. Ура! По всем федеральным каналам. Газета «Ведомости», ссылаясь на почты международных аналитиков, пишет, что на 10% россиян приходится 90% национального богатства. Это косвенно подтверждается и тем, что, занимая отнюдь не первые места в мире по душевому объему ВВП, мы по числу долларовых миллиардеров уступаем только США и Китаю. В социологии бытует мнение, что если разрыв в доходах верхов и низов достигает 8 раз, то это вызывает социальную напряженность в обществе, а в 10 раз и более уже может угрожать национальной безопасности. Нынешний разрыв в России не поддается объективному исчислению. Об этом в послании не словечко. К слову сказать, в СССР, где ждали прихода коммунизма, разрыв в доходах хорошо обеспеченных и малообеспеченных был в пределах 3-4 раз. Ни слова не прозвучало даже о возможности введения прогрессивной шкалы налога. Напомним, что самая высокая максимальная ставка подоходного налога существует во Франции 75%, в Швеции 56,9%, в Дании 55,6%, в Австрии, Бельгии, Испании, Израиле 50%, в Бразилии 27,5%, в Мексике 28%. И самая низкая в России, плоская уравниловка 13%. Зато повысили НДС на 2%, а цены скакнули на 10-12%. Почему? Тоже никто не может объяснить в правительстве Медведева. Ждал хоть слова о культуре, реформе образования, как с ЕГЭ, платным образованием и таким отношением к преподавателям войти в десятку стран с лучшим образованием. Почти ничего, кроме того, что 17 миллиардов рублей будет выделено на строительство и реконструкцию сельских домов культуры. Напомню, что отец арестованного сенатора Рашукова нагрел государство на 30 миллиардов на 2 общегосударственные программы. Ну, еще президент предложил ввести нерасшифрованную программу строительства музейных и культурно-образовательных комплексов в регионах. А ведь надо менять всю информационно-культурную политику, если мы хотим не просто сохранить, а двинуть Россию в этих жестких современных условиях. Ректор телевизионной школы МГУ Виталий Третьяков с ужасом написал, что на лекции первокурсникам стал рассказывать про мерзкую шутку актрисы, как ее называют, из «Comedy Woman» Натальи Медведева о генерале Корбышеве. Из-за отсутствия реакции аудитории я понял, что первокурсники мои не поняли, о чем речь. Тогда я решил начать с фактов. И спросил, «Вы знаете, кто такой генерал Дмитрий Корбышев?» Молчание. Я удивился и повторил вопрос в иной форме, «Поднимите руку те, кто знает, кто такой генерал Корбышев?» Поднялась всего одна, одна, рука. И тогда я автоматически задал другой вопрос, «А о генерале Власове вы знаете?» Студенты, обрадованные тем, что они наконец могут показать преподавателю и заодно декану, что они все-таки что-то знают, живо закивали и заговорили, «Да, знаем». Вот тут я во второй раз на несколько секунд потерял дар речи. Подвожу итог. О генерале Дмитрии Корбышеве выпускники российских средних школ не слышали вовсе. А кто такой генерал Власов знают? Все знают. Вопрос. Кто, как и зачем преподает в нашей средней школе отечественную историю? Второй вопрос. Он же последний. Какие еще нужны доказательства, чтобы понять наконец, что с такой реформой образования пора заканчивать? Вот бы посвятить такому образованию якобы аналитический ток-шоу, но нам все про Украину впаривают и чуть-чуть о великом послании президента. Бескрыло и никчемно. Александр Бобров. Время на раскачку времени на раскачку нет, заявил Владимир Путин в своем президентском послании 2019 года. Те же слова он повторял в посланиях 2007, 2012, 2013, 2017 и 2018 годов. Сегмент смотрения. Как Кремль объяснил снижение числа телезрителей послания Путина. В Кремле связали снижение числа телезрителей послания президента федеральному собранию с переходом аудитории в интернет. Мы обратили внимание на это, снижение телеаудитории. В целом все более ощутимый сегмент смотрения переходит на другие платформы, где мы так оперативно не получаем замеры и аналитику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пятницу журналистам. Конечно же, в прошлом году интернета у нас не было. 9796 слов. Службы посчитали, чаще всего в послании президента РФ Владимира Путина федеральному собранию звучали слова год 95 раз, человек 56, Россия 48, семья 38 и работа 37. Существительная страна повторялась, 36, а развитие, 26. Всего в ходе обращения президент произнес 9796 слов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова